Добрый вечер, дорогие друзья! Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему прямому эфиру. Мы вас все ждем. Сегодня мы с вами будем говорить о похудении 40+, о том, какие новые правила игры вступают на сегодняшний день в этом прекрасном возрасте. Присоединяйтесь, пожалуйста. Пока вы присоединяйтесь, мы представимся. Я акушер-гинеколог, врач-эндокринолог, врач-интразвуковой диагностики Екатерина Волкова. Вы меня уже хорошо знаете, как и моего коллегу. Здравствуйте, меня зовут Миронинка Дмитрий Михайлович, врач-эккушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук, совместитель генерального директора Донецкого республиканского центра охраны материнства и действия. Ну что ж, вы присоединяйтесь пока не слишком активно, но мы вас ждем. Ничего страшного, остается буквально несколько минуток до начала эфира. Так, присоединяйтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Напоминаю, что мы, Дмитрий Михайлович, являемся экспертами для вас по вопросам женского здоровья и будем рады сегодня рассказать все тайны, все эффективные работающие алгоритмы, которые помогут снизить вес женщинам старшего возраста. Ничего не будет лишнего в нашем эфире, кроме правды, кроме эффективных схем. Ну что ж, давайте начнем. Сегодня мы постараемся рассказать не столько с медицинской точки зрения, сколько с практической точки зрения, с применения. Потому что сегодня в эфире не прозвучит никаких анализов. Мы сегодня не будем говорить о глубоких диагнозах и гормональных перестройках. Мы не будем вам давать направление на многочисленные сдачи крови, натощак и тому подобное. Мы сегодня поговорим о процессах, которые происходят в организме на молекулярном уровне. Мы сегодня будем говорить о витаминах, о добавках, о том, каким образом, несложно, не вводя в свою жизнь много нового, можно добиться положительного результата. Потому что действительно, наверное, каждый в возрасте после 40, да и после 30, 35 лет заметил, что что-то в организме происходит не так. Некоторые процессы замедляются. Мы меньше двигаемся. Поэтому вот такие очень простые, но эффективные правила. Сегодня мы будем о них говорить, озвучивать, для того, чтобы вы с завтрашнего дня начали новую жизнь. Сами. Да, чтобы сами начали работать над этой проблемой. Потому что иногда даются сложные алгоритмы, с которыми не знаешь, куда бежать. А здесь всё будет очень просто. Ну что ж, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого есть лишний вес. И все, кто сегодня пришёл к нам на эфир. Напишите, пожалуйста, в комментариях или поставьте плюсики, чтобы была быстрее наша обратная связь. Есть ли у вас лишний вес, если вы пришли сегодня на эфир. Возможно, вы девушка старшего возраста и не хотите поправляться. Вы хотите сохранить свою массу тела, сохранить свою форму. И сегодня пришли для того, чтобы узнать тайны, как же остаться в той форме, в которой вы есть. Напишите, пожалуйста, что нет лишнего веса, но хотите сохранить свою красоту. Пишите, сколько у нас плюсов получается, сколько девочек хотят разобраться с весом. Хотелось бы ещё для того, чтобы мы более эффективно могли сегодня с вами работать рядышком с плюсиками и увидеть, какой у вас возраст. Чтобы мы поднимали, какая возрастная категория сегодня с нами вместе работает. И после этого это приведёт к некоторым корректировкам нашего рассказа, для того, чтобы мы понимали, это активно менструирующие женщины или это пациентки, которые находятся на пороге менопаузы, или это уже женщины, которые находятся в менопаузе и всё немножко иначе. Вот, уже становится ясно, что от 37 до 60 лет основная часть аудитории, то есть это порог или уже процессы менопаузы. Нормальный, хороший возраст, физиологический возраст, даже 66 есть. Молодцы девочки, очень приятно, что такая разноплановая аудитория у нас сегодня присутствует. Да. Когда наши пациенты приходят на консультации по поводу лишнего веса, каждая пациентка в тайне, в глубине души, сидя в коридорчике перед кабинетом, думает, что сейчас доктор, наверное, найдёт какой-то волшебный сломавшийся гормон, который реально нужно починить, который нужно подкорректировать, привести в порядок, и всё наладится, и всё пойдёт по старым рельсам. Потому что раньше, когда нам было 20-30 лет, похудеть, в принципе, практически не составляло никакого труда. Мы могли не есть хлеба, могли не есть сахара, могли вообще просто день не есть, некогда было, да, и влезть свои старые брюки, свои старые вещи, и ничего нам не мешало, да. Вот такие были правила игры, просто не поесть немножко. Вот, поэтому сейчас в тайне, да, доктора, каждый пациент мечтает, что мы сейчас разгадаем тайну, и разгадаем, где же этот сломанный механизм или сломанный гормончик, который даёт массу тела. На самом деле, в возрасте 40+, у нас достаточно много факторов, которые сейчас меняют правила игры. И нам недостаточно просто не поесть сахара или хлеба, недостаточно просто денёчек поголодать, чтобы вернуть, там, свою нормальную массу тела. Потому что есть определённые обстоятельства, которые мы должны учитывать и уважать. Это не просто какой-то единственный сломанный гормончик, который мы с Дмитрием Михайловичем должны найти, как следствие ведут колобки, да, и починить. Вот, поэтому давайте мы построим наш разговор именно исходя из того, что мы должны учитывать. Вот давай начнём с самого-самого простого, да, что мы должны учитывать в возрасте 40+, чтобы похудеть эффективно, что правильнее поставить на первое место. Может быть, речь идёт о работе щитовидной железы? Давай с этого начнём? Давай, 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 давай начнём с щитовидки. Может быть, это и не самое часто, самое распространённое. Наверное, элементарные методы, такие правила, они чаще встречаются, как нарушение питания и тому подобное. Но то, что более вес, ёмко влияет на вес и обмену вещества, это действительно щитовидная железа. Итак, дефицит работы щитовидной железы называется гипотириоз. Думаю, ни для кого это не секрет. Так вот, особенностью гипотириоза в плане прибавки веса тела является не истинный набор жировой отмечатки. Нет, это большое заблуждение. В этом случае играет роль в основном задержка жидкости. Это действительно очень важно. Гипотириоз характеризуется, вот как можно заметить человека с гипотириозом. Он зачастую такой достаточно тучный, он отёчный, может медленно говорить, медленно мыслить, отвечает с некой задержкой. Он быстро утомляется, он может плохо спать, он может быть немножко раздражительным, но утомляемость, отёчность, лишний вес – это такая вот классическая триада гипотириоза. У больных даже субклиническим гипотириозом, который не выявляется, никак не проявляется клинически, и в плане ожирения происходит сдвиги в липидограмме, то есть растёт уровень холестерина и жировой обмен немножко нарушается. При нормализации работы щитовидной железы, действительно, это может способствовать не только снижению веса, но и выведению лишней жидкости. Поэтому в этом отношении желательно, конечно, дообследоваться в плане работы щитовидной железы и иметь в перечне своих друзей эндокринолога, но если в нынешнее время такой ситуации нет, то препаратами йода, особенно в эндемичных по йододефициту районов, можно профилактировать патологию щитовидной железы. Вот мы, к примеру, в Донбассе знаем прекрасно, что после случая в 1986 году с Чернобылем мы все являемся в регионе, в котором дефицит йода происходит. Поэтому если мы хотя бы курсами 3-4 месяца в году будем употреблять препараты йода, даже не издавая никакие анализы, то это, в принципе, может здорово профилактировать патологию щитовидной железы, такую, как гипотириоз. В нашей стране много эндемичных районов по йоду, не только ваш регион, да, то есть множество регионов, и поэтому наши пациенты, скорее всего, знают, в каких регионах есть эти проблемы с йододефицитом. Кстати, гипотириоз является действительно одной из частых причин, и в поисках причин прибавки массы тела в старшем возрасте действительно стоит начать с гормонов щитовидной железы. И вот эти признаки, которые мы перечислили, я бы еще, знаешь, их чем дополнила? Проблемой с волосами. Очень часто при гипотириозе прямо пачками сыплются волосы, и наши пациенты, в общем-то, заподозрить могут гипотириоз не только по отечности, прибавке массы тела, постозности, но и по выпадению волос. Нормальным вариантом будет начать в этом случае прием препаратов йода, прием добавок с йодом, и мы в данной ситуации не навредим с вами проблеме гипотириоза, потому что мы дадим уже кирпичики, дадим маленькие-маленькие структурные элементы для построения гормонов щитовидной железы. В частности, мы с вами знаем, что у сибирского здоровья есть замечательный вариант йода. В профилактические вы можете использовать 200 микрограмм этого активного натурального продукта, это натуральный органический йод, для того, чтобы профилактировать йододефицит. Это будет здорово. Принимаем по одной капсуле в день для профилактики йододефицита. Вот, с йододефицитом разобрались, с патологией щитовидной железы разобрались, давай спросим наших пациентов, какие еще они причины пробовали у себя искать. Вот многие пациенты приходят к нам уже с догадками или с версиями. О том, что у них есть нарушение углеводного обмена, судя по всему. Сахарный диабет, инсулинорезистентность? Сахарный диабет, предсахарный диабет, инсулинорезистентность, нарушение толерантности глюкозы. Да, это все патология углеводного обмена, это все та патология, которая связана с нарушением обмена углеводов. И инсулинорезистентность, чтобы для широкой публики было понятно, через равно в последнее время стоит с метаболическим синдромом. То есть те, кто поставили плюсики, те, кто поставили один, два, а те, кто поставили три плюсика, так точно, вероятнее всего у них есть нарушение инсулинорезистентности. Что это такое? То есть и метаболический синдром, правильно, это все то же самое. В наш организм поступает глюкоза. Мы ее употребляем с легкими или с сложными углеводами. И в ответ на поступление глюкозы поджелудочной железой должен вырабатываться инсулин, который ее должен нейтрализовать. Так вот, изменение чувствительности инсулиновых рецепторов глюкозы, это и есть инсулинорезистентность. Со временем, если происходит инсулинорезистентность в крови, все выше и выше поднимается уровень глюкозы, и постепенно она не может вся нейтрализоваться. Соответственно, она уходит в отложение подкожно-жировой клетчатки. Вот таким образом и получается наш метаболический синдром с лишним весом, с сложениями ненужного нам абсолютно жира. Знаешь, и у нас сейчас есть интересный комментарий. Ешь, а сытости нет. Вот как раз это и есть одно из проявлений инсулинорезистентности. Уровень глюкозы в крови повышается, но до клетки энергия не доходит. То есть клетки не получают энергетических ресурсов. Вы просто продолжаете поправляться, а остаетесь голодными. Это и есть инсулинорезистентность, по сути. Причинами инсулинорезистентности в старшем возрасте, в возрасте 40+, в основном являются, во-первых, неадекватное питание. Это переедание. Нам здесь писали наши девочки, что я просто люблю поесть. Спасибо за признание. Да, это нормально. Это нормально абсолютно. Вот. Избыток легких углеводов в рационе, низкая физическая активность. И причиной инсулинорезистентности в старшем возрасте также является дефицит эстрогенов, дефицит половых гормонов. Вот один из пунктиков, о которых вы должны знать обязательно. Потому что очень часто, пытаясь найти вот этот вот единственный сломанный гормон, мы проходим все круги относительно причин, но не доходим до половых гормонов. А именно еще за 2-3 года до последней менструации мы уже начинаем терять активно качественную работу эстрогенов. Уже количество эстрогенов уменьшается. И, соответственно, даже если у вас есть еще менструации, но вам 45, 46, 47 лет, вы уже должны обратить внимание на количество эстрогенов. И, возможно, именно дефицит эстрогенов здесь является причиной инсулинорезистентности. Кстати, термин инсулинорезистентность сейчас многим знаком. И мы, на самом деле, рассказываем часто пациентам, говорят, да, что такое инсулинорезистентность, я прекрасно знаю, и не нужно это тратить время. Давай сразу перейдем к методам решения. Что можно принимать безопасно для того, чтобы работать с инсулинорезистентностью? Ну, во-первых, правильно питаться, наверное. Мы чуть-чуть позже скажем о правильном питании. Я думаю, что да. И про эстрогены тоже скажем чуть позже, Юль, не переживайте. Начнем с питания. При инсулинорезистентности кратность питания имеет значение, правда? Да. Большим задушнением являются интервальные голодания или промежутки, большие промежутки в приемах пищи. Еще хуже не употреблять пищу после 6 часов вечера. Все равно мы в это время тратим энергию, и нам нужно, чтобы она откуда-то бралась. И как раз эта энергия будет сжигать наши мышцы, тем самым усугубляя ситуацию. В конечном итоге мы видим достаточно отечного человека, у которого есть выраженная подкожировая клетчатка и усыхающие мышцы. Наш организм в таком случае переходит, если он воспринимает такие большие промежутки питания, как стресс, а он по-другому не может осуществлять. Воспринимать. Воспринимает это как стресс, действительно. И тогда он любое поступление питательных веществ не будет пытаться расходовать на растрату энергии, он будет пытаться копить, потому что не знает, когда в следующий раз вы покушаете. Поэтому давайте возьмем за правило питаться ежедневно хотя бы 3-4 раза в сутки через относительно равные промежутки времени. То есть завтрак, обед и ужин ни при каких обстоятельствах отменять нельзя. Если вы активно физически трудитесь, если у вас мозговая деятельность, если вы просто любите питаться небольшими порциями поменьше, это может быть 4-5 раз. Но поверьте, от того, когда вы часто питаетесь, это золотое правило правильного похудения, здорового похудения. Чем чаще питаешься, тем быстрее худеешь. Ну знаешь, при инсулинорезистентности я бы посоветовала не более чем 4 раза в день питаться, потому что нам все-таки нужно инсулин приводить в порядок, чтобы он периодически снижался. Поэтому 3-4 раза питание скорее будет оптимальным. И оптимальным будет набор добавок, которые помогут повысить чувствительность инсулина к углеводам. И чувствительность инсулина падает на фоне лишнего веса, на фоне того, что вы мало двигаетесь, на фоне большого количества легких углеводов, на фоне эстрогенодефицита и так далее, и так далее. Причин куча, но мы можем с вами повысить качество работы инсулина специальными добавками. Вот наш любимый вариант, который мы используем чаще всего, это глюкобокс. Глюкобокс, да. Давай про него расскажем. Глюкобокс был, собственно, произведен для контроля уровня сахара. Это сбалансированный комплекс для контроля уровня сахара и борьбы, собственно, с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом. В состав его входит хилатный хром, бета-глюканаты и инновационные экстракты из плодов яблоня и корня ясеня. Вот такой сбалансированный состав, который вроде как и активно не снижает уровень сахара. То есть мы не добьёмся гипогликемии, которой мы тоже опасаемся. Чувствительность повышаем. Да, мы повышаем чувствительность инсулина к глюкозе, но тем не менее предотвращаем излишнее усвоение глюкозы и при этом тормозим такие процессы трансформации глюкозы в жиры. То есть вся глюкоза, которая будет поступать в ваш организм, она будет трансформироваться в энергию. Вы себя будете свободнее чувствовать, у вас будет больше энергии, меньше усталости, соответственно вы будете бодрее, свежее и при этом углеводный обмен будет нормализоваться. Обратите внимание, насколько натуральные продукты входят в состав, микроэлементы плюс экстракты. Ничего плохого в этом нет. Вы не приблизите сахарный диабет таким образом. Допустим, почему активно сахароснижающие препараты могут только усугубить метаболический синдром? Потому что они очень резко усугубляют течение углеводного обмена. Здесь как раз всё очень хорошо и колебания инсулина будет чем меньше. Чем меньше будут пики инсулина, тем ровнее он будет, соответственно у вас всё будет хорошо с углеводным обменом. Знаешь, что я хотела бы добавить про хилатный хром? Хилатный хром обладает очень важным свойством для многих из наших слушателей. Он уменьшает тягу к сладкому. Потому что очень часто наши пациенты, пытаясь улучшить своё самочувствие, в целом пытаясь улучшить своё состояние, реально повышают уровень энергии своей сладки. Так вот, сладости и сахар – это прежде всего способность, возможность вашей системы быстрее получить желаемую энергию. Так вот, хилатный хром – это как раз то, что может уменьшить тягу к сладкому. Один раз в день принимать по одному пакетику глюкобокса можно в течение месяца. Можно продлить применение, если есть необходимость. И как раз в этом случае понаблюдайте, как вы будете постепенно не желать этого сладкого бесконечно. Особенно очень часто встречаются жалобы – поела, а после еды всё равно шоколадочку или печенюшку с чайком, с кофейком надо закинуть. Это связано как раз с тем, что инсулин ещё не успел глюкозу донести в клетку. Я инсулин называю таксистом, который доводит глюкозу до клетки. Так вот, ещё глюкоза не успела в клетки попасть, поэтому вам после еды хочется сладкого. Давайте не будем торопиться, глюкобокс вам в помощь, и, соответственно, не торопитесь после еды заедать сладким. У нас есть ещё интересные варианты для улучшения чувствительности к углеводам. Это я предлагаю тебе разобрать альфа-липоевую кислоту. Давай её посмотрим, альфа-липоевую кислоту. Да, конечно, давай. Я бы сюда ещё и таурин бы, наверное, добавил. Давай. Потому что... Давай начнём с таурина всё-таки. Хорошо. Потому что таурин является мощным активатором антиоксидантной защиты, и мало того, что он повышает чувствительность оболочек клеток в действии свободных радикалов, он ещё улучшает усвояемость тоже глюкозы, снижает её и ускоряет процессы метаболизма. То есть он ускоряет обмен веществ и способствует тому, что из мест старых отложений жиров они начинают активизироваться. Поэтому как раз эти отложения начинают разрушаться для того, чтобы дать вам нужную энергию. Таурин способствует выносливости и ускорению работы скелетной мускулатуры. Он повышает также выносливость во время разных физических нагрузок, потому что мы понимаем, что с возрастом мы начинаем всё меньше и меньше активничать. Конечно, активничать. То есть если в 20-30 лет у нас были занятия физическая культура, ЛФК, у нас была куча дел. Прогулки, гулянки, дискотеки. С возрастом мы обживаемся комфортными условиями жизни, пребывания. Мы перемещаемся уже на личном транспорте и всё меньше и меньше уделяем внимание самим себе. Прогулкам на свежем воздухе, купанию в бассейне, катанию на велосипедах. Так вот, пусть это будет таким толчком для вас, катализатором, который ускорит и приблизит эти занятия спортом, любовь к спорту, потому что любые физические активности будут восприниматься намного легче. Да, и как раз таурин сибирское здоровье, 985 мг в одной капсуле, это хорошая доза. Если мы с вами возьмём такой таурин, как активатор инсулинового обмена, то можно использовать 2 капсулы. Можно использовать 2 капсулы в день. Если профилактические, то, например, 1 капсулу в день как активатор выносливости и восстановления мышечных ресурсов. Кстати, таурин у нас есть ещё в хронолонге, в нашем любимом. Давайте о нём не забудем. Хронолонг – это наш любимчик. Вообще настолько универсальное средство, что, конечно, он у нас такой молодец. О нём причём знают многие. Действительно, наверное, с хронолонгом знакомить никого не надо, потому что очень сбалансированный комплекс неоднократно доказал свою эффективность и помогает сохранить молодость нашему женскому населению и привлекательность сотням тысяч женщин. Мало того, что в его состав также входят таурин, экстракт сои, генистеин, гиалуроновая кислота, метаболически активный витамин D и фолиевая кислота. И вот такой хороший состав, который способствует поддержанию молодости, снижению веса. А входящий в его состав генистеин является изофлавоном, то есть фитоэстрогеном, который помогает поддержать ваш гормональный фон в период спада активности ваших яичников. Поэтому можно его использовать. Да. Главное, что в производстве этого генистеина, входящего, являющегося основой хронолонга, используются только экологически чистые проверенные источники, соя и фасоль, клевер. Мы знаем все свойства красного клевера и других его вариантов, как хорошего фитоэстрогена. И действия его направлены на профилактику и коррекцию гормонозависимого старения кожи. То есть вы повысите эластичность кожи, вы сможете легче переносить физические нагрузки, либидо станет выше, а любые жалобы на ощущение чувства сухости, приливы, они, конечно, пойдут на славу. Да, минимизируются, да. То есть, конечно, хронолонг мы хотели упомянуть чуть позже, да, в разделе другом немножко, когда мы будем говорить про дефицит эстрогенов, но он настолько универсальный, что, в общем-то, мимо него не пройти. В общем, в разделе инсулинорезистентности давайте еще разочек перечислим то, что нам поможет. Нам поможет с вами хронолонг, альфа-липоевая кислота, будет активно использоваться глюкобокс в этой ситуации, витамин D, мы не забываем про него. Ну и, собственно, кстати, препараты магния мы не сказали, да, магниоцитрат, магниоцитрат замечательный сибирского здоровья, вот, можно сюда его тоже включить. В общем-то, вот такой перечень, который будет бороться с инсулинорезистентностью. Я параллельно здесь загляну в вопрос, и прежде чем мы перейдем к следующей особенности похудения 40+, в какое время лучше принимать таурин? Таурин мы принимаем с утра, если вы принимаете его один раз в день, если два раза в день, то, соответственно, перед ужином. Элькарнитин действует не так же, как таурин? Нет, немножечко разные варианты работы, да, все-таки у таурина больше полезных свойств, чем у элькарнитина. Но таурин еще и мягкое желчегонное средство, к тому же. Поэтому здесь, наверное, бы я выбрала таурин как более мягкий вариант. Хронолонг можно ли при новообразованиях? Елена, скорее, если мы говорим об эстрогенозависимых образованиях, то точно нет. Если у вас было онкозаболевание, но оно давным-давно, слава богу, закончилось, и все с вами хорошо, и было это очень-очень давно, и в стойкой ремиссии, после консультации с вашим доктором возможно применение. Но имейте в виду, все препараты, которые усиливают обмен, людям с рисками онкозаболеваний, конечно, назначаются с огромной осторожностью. Хронолонг при доме можно? Да, если особенно миома небольшая, то, конечно, можно. Мы, когда касается речи о назначении гормональной терапии или фитоэстрогенов даже, то имеют значение размеры миом. Слово «небольшая» достаточно такое неточное понятие. Обтекаемое какое-то. При размерах миомы до 3-х, максимум 4-х сантиметров, если она не растет в динамике, то есть если в течение года миома не увеличивается больше, чем на полсантиметра, на сантиметр тогда это не является противопоказанием для назначения хронолонгой и любых других фитоэстрогенов, можете спокойно себе принимать. Но не забывайте, что и здесь есть обратная сторона медали, где нужно быть аккуратными. Если у вас есть предрасположенность к гиперпластическим процессам, то есть миомам, полип, эндометриям или в молочных железах фиброзно-кистозной мастопатии или какие-то подобные состояния, есть лишний вес, то для того, чтобы обезопасить себя в плане назначения фитоэстрогенов или препаратов, в состав которых входят фитоэстрогены, уделите внимание желчатоку, уделите внимание утилизации продуктов питания, продуктов пищеварения. Если вы уделите внимание нормальной работе желчного пузыря и оттоку желчи, и не будет никаких проблем с пищеварением, с запорами, тогда вы себе обеспечите абсолютно безопасное его применение. В этом отношении синхровитал-4 как мягкий желчегонный вариант я бы посоветовала. Много очень вопросов по добавкам, мои хорошие, давайте мы будем двигаться в ритме нашего эфира относительно похудения, мы постараемся на ваши вопросы отвечать. Глюкобокс беременным, любые биологически активные добавки в своем описании имеют противопоказания беременность. Так положено, да, мы должны вас об этом предупредить, не потому что они вам могут навредить. Да, вот смотрите, все-таки почему пишут абсолютно все. С одной стороны, биологически активные добавки – это добавки к пище, это не является медикаментами, то есть противопоказанием быть не может. С другой стороны, это не доказана ситуация, что они абсолютно безопасны. Для беременных, да. Исследования на категории беременных пациенток, они очень сложные, очень непростые, очень долгие. С того момента, когда будет изготовлена эта биологически активная добавка, пока она пройдет все апробации на беременных, уже столько всего поменяется, что будут созданы другие составляющие, и это уже будет неактуально. Поэтому, конечно, в официальной инструкции написано, что кормление грудью и беременность являются противопоказанием для приема. На самом деле мы понимаем, что входит в их состав. Здравый смысл руководит нами, да. Нами входит здравый смысл. По большому счету, ничего страшного быть не должно, но все-таки к беременности давайте относиться с большим опасением. Да, я на самом деле, знаешь, что хотела сказать про здравый смысл? Что мы понимаем, что витамин D, например, или йод органический, или натуральный магний, да, это то, что нашим беременным пойдет на пользу. Реально, потому что добавки сибирского здоровья и то, как компания относится к выбору ингредиентов, да, как относится к выбору основ для этих добавок, это вызывает большое уважение. Поэтому мы можем доверять смело нашим беременным пациенткам принимать, например, витамин D без всяких проблем, хоть там и будет написано, да, противопоказан при беременности, но это личный выбор уже доктора и пациента, да. Вот мы ничего против, не имеем некоторых вариантов. Вот. Давай перейдем к следующему, к следующему пунктику. Что еще нужно учесть при похудении 40+. Мы сказали, что это инсулинорезистентность, да, и это что у нас первое было? Гипотириоз. Гипотириоз. Да. Плюс ты сказала о том, что следующим важным моментом является дефицит эстрогенов. Мы как бы уже в ключе инсулинорезистентности. Но этому пункту стоит отделить особое внимание. Что климакс, преждевременное истощение яичников, переменопауза и сам дефицит эстрогенов – это вот то, что идет плотно за руку с ожирением. По-другому быть не может. То есть снижение скорости, снижение количества эстрогенов безусловно приводит к снижению скорости обменных процессов и к повышению вероятности ожирения. Знаю, что хотела еще рассказать нашим пациентам. В течение последних лет перед длиннопаузой, как правило, женщина, крайних лет перед длиннопаузой, женщина поправляется. И в среднем подсчитано, что средняя статистическая прибавка массы тела у женщины в преднедопаузальном периоде плюс 5-6 килограмм. Вроде как немного, но в то же время зачем они нам нужны, эти 5 килограмм? Жили мы без них, не тужили, а тут вдруг они прилипнут на наши бедра. Тоже как-то не сильно приятно. Зачем повышается масса тела на эти 5-6 килограмм? Для того, чтобы дать вам жир на более устойчивую и эффективную выработку женских половых гормонов, потому что именно женские половые гормоны вырабатываются из жира и из фалестерина. И вот здесь мы, конечно, можем свириться с этими 5 килограммами, а можем вернуть эстрогены хотя бы за счет фитоэстрогена, за счет эстрогеноподобных веществ. Именно здесь это будет уместно. И ваши доктора, возможно, гинекологи вам рассказывают, а если не рассказывают, то слушайте наше мнение, что именно здесь важно поддержать работу яичников, поддержать уровень эстрогенов для того, чтобы не копить те ресурсы, которые должны сейчас пойти на достройку ваших эстрогенов. И вот с этой точки зрения, конечно, опять же, мы вспомним с вами наш любимый хронолон, содержащий фитоэстрогены. Это будет хороший вариант профилактики в предменопаузе. За счет того, что здесь содержится гемистеин, выполняющий функцию фитоэстрогенов, и он будет, конечно, нам восполнять эти дефициты, этот провал для того, чтобы вы более мягко вошли в менопаузу. Какие еще варианты мы предложим в связи с дефицитом эстрогенов для того, чтобы поддержать яичники? Я бы здесь предложила обратить внимание на витамин D. Обязательно. Да? На витамин D. Давай обратим на него внимание. Какую дозу мы посоветуем принимать? Ну, давай, наверное, о стандартной дозировочке поговорим. Две-три тысячи. Две тысячи, да. Если принимается он регулярно и постоянно, особенно актуально с 1 октября до 1 мая, то дозировка две-три тысячи, две тысячи давайте возьмем за базовый уровень, на постоянной основе этого будет достаточно. Все зависит еще от того, сколько вы весите. Одно дело две тысячи на пятьдесят пять килограмм, а другое дело две тысячи на девяносто пять килограмм. Поэтому чем больше вес, тем дозировка может варьировать, конечно, немножко от двух до пяти тысяч, в зависимости от вашей массы тела. От того, где вы, в каком регионе находитесь. У одних резко континентальный климат и солнце больше полугодия, а у других лето наступает только в середине... В августе. В августе, да. Я бы еще посоветовал детокс-проактив комплекс для тех, кто находится в периоде спада гормональной активности, потому что это профессиональная система активации уровня обмена веществ. Плюс мы знаем, что гипоэстрогения, она вызывает нарушение оттока желчи, нарушение моторики кишечники, ослабление. То есть повышается склонность к запорам, нарушается утилизация тех эстрогенов, которых уже и так мало. Они идут по плохому принципу образования своих метаболитов, и желчи вырабатывается мало. Поэтому вот такая вот детокс-программа, она может здорово помочь поддержать вас в период этих гормональных качений. Почему я говорю о детокс-проактиве? Она будет способствовать комплексному очищению вашего организма на клеточном уровне за счет чего? За счет входящих в его состав витамина С, витамина Е, это токоферол, рисфератрола, дигидрокварцетина и ликопина. Естественно, у хорошего антиоксиданта, который входит в состав томатов. Знаешь, что я хотела еще бы добавить здесь? Вот я немножко вернусь к витамину Д, сибирского здоровья. Витамин Д здесь произведен на масле МСТ. Это гипоаллергенный вариант, гипоаллергенный источник витамина Д, потому что у многих бывает на препараты витамина Д реакции аллергические, на водные, на препараты в таблетках. Здесь абсолютно гипоаллергенный состав. И в одной капле витамина Д от сибирского здоровья 400 международных единиц. Это достаточно немного. Но такая дозировка небольшая позволяет вам варьировать свою дозу, набирать максимально четко. То есть, если мы советуем, например, с октября по май применять 2-3 тысячи международных единиц, то рассчитывайте, что вы будете принимать, например, 5-6 капель ежедневно. 5-6 капель, например, на взрослого и, например, 3 капли на ребенка, как вариант, это хороший гипоаллергенный вариант витамина Д. И укрепление костей, и укрепление иммунитета. Для детей у 3 лет предназначен этот вариант добавки, поэтому, пожалуйста. И витамин Д, прежде всего, для поддержания активности работы в поликулах, для восстановления работы яичников, входит всегда во все стандартные протоколы. И если мы хотим витамином Д добиться стимуляции, например, шансов на овуляцию, да, больших шансов на овуляцию, конечно, 2-3 тысячи будет мало, вплоть до 5-10 тысяч международных единиц при доказанном дефиците витамина Д, здесь бы было здорово. И возвращаясь вот к тому антиоксидантному варианту, который мы проговорили, да, антиоксидантный комплекс с ликопином, с трансферитролом, препараты, которые улучшают обмен, они ведь улучшают обмен не только в жировой ткани, но и во всех органах и системах. Поэтому чем быстрее наши яичники получат кислород, питательные вещества, чем больше у них будет пищи для активной работы, тем будет лучше. Поэтому приведение в порядок массы тела порой является первой ступенью в нормализации менструального цикла. И многие знают, да, как похудела, пришел цикл в норму. Все работает и все совсем связано, однозначно. Вот. Ну, в общем, да, хронолонг обязательно, обязательно, витамин Д. Витамин Е, кстати, тоже участвует в стандартных схемах восстановления менструального цикла. Менструального, да. Восстановление менструального цикла. Особенно вторая фаза менструального цикла требует достаточного количества витамина Е. Вот. И в этом плане было бы полезно его тоже внедрить, да, в наши схемы. Вот. Можно использовать либо на постоянной основе, либо на вторую половину. Менструального цикла, да, витамин Е, пожалуйста, сколько угодно. Так, давай дальше. Так. Может быть, давай все-таки вернемся еще, что нужно учитывать для того, чтобы... Давай. ...будить эффективно. Да, да. Помимо того, что мы сейчас говорим в основном о дефицитах витаминов и микроэлементов, не забываем о том, что дефицит железа играет очень важную роль. Потому что с дефицитом железа нарушается снабжение наших органов и клеток кислородом. Дефицит железа приводит к гипоксии наших органов и тканей. Человек, испытывая чувство постоянной усталости, он бледен, он просыпается утром уже уставшим. Поэтому, если, помимо того, что у вас есть лишний вес и еще вас беспокоит чувство постоянной усталости, нужно исключить задуманную алюмию. Так вот, у сибирского здоровья тоже есть хорошее железо, эффективное железо, которое может повысить качество переноса кислорода, особенно в период такого гормонального перехода. То есть, железо, витамин D, йод, витамин C, магний, кальций и хром, это такие шесть друзей, которые должны быть в норме в плане витаминов и микроэлементов. Да, кстати, про анемию. Уже у многих женщин старшего возраста есть проблемы анемии, связанные с обильными менструациями. С кровотечением. Многие находятся в ситуации перестройки, сейчас работы гормональной системы, не хватает прогестерона, плохо выводится эстрадиол, высокий эстрадиол, низкий прогестерон. У кого-то постоянно рецидивирующие гиперплазии, эндометрия, были выскабливания. Многим знакомы эти ситуации, конечно, мы сегодня об этом говорим, но косвенно. Так вот, препараты железа в этих случаях требуются часто. Вот, поэтому после кровотечения согласуйтесь с вашим доктором прием препаратов железа. Здесь у нас есть замечательный вариант легкоусвояемого железа, который можно использовать, в общем-то, и после кровотечения, во время обильных менструаций, и после консультации с вашим врачом. Нас спрашивают, можно ли применять хорнолонг при эндометриозе, если вы девушка старшего возраста, и вам когда-то говорили об эндометриозе, или у вас просто есть признаки на УЗИ некого эндометриоза, то можете применять. Если вам 26 лет, и у вас агрессивная форма эндометриоза, которая заставляет менструировать обильно, да, и требует решения вопросов воспаления, тогда, конечно, надо посоветоваться с вашим доктором. Так, ну что, какие у нас еще остались причины? Я считаю, наверное, детоктикацию надо нам обсудить, да, проблемы детокса. Давай еще раз мы немножко чередуем теорию с вопросами. Вот посмотри, какой замечательный вопрос. Аппетит очень плохой. Кушай один раз или два раза в день, но килограммы набираю, понимая, что это неправильно, что можно пропить, чтобы аппетит был. И ты сегодня как раз спросила по поводу альфа-липоевой кислоты. Вот мне кажется, что вот как раз этой женщине очень подойдет наша антиоксидантная, антиэйдж комплекс. Терапия. Терапия. Терапия оксидантная, да, антиэйдж, терапия антиоксидантная, которая за счет входящего в ее состав альфа-липоевой кислоты может поспособствовать тому, что у вас разыграется аппетит. Проверено на сотнях тысячах женщин, что альфа-липоевая кислота является, помимо того, что замечательным антиоксидантом, она может усиливать действие любых других антиоксидантов, если вы используете разные комплексы, то есть они абсолютно хорошо совместимы друг с другом, она может снижать уровень сахара в крови. Тем самым у вас появится аппетит. За счет высокого постоянного уровня сахара вам как раз и не хочется кушать, возможно. А если уровень сахара придет в норму, то чувство желания кушать и аппетит, он вернется сам по себе. Потому что помимо того, что снижает уровень сахара, альфа-липоевая кислота способствует и поддержанию оптимального расхода сахара. То есть не килограммы начнут расти, а энергия начнет прибавляться. Энергия начнет прибавляться, вы ее больше будете тратить. Вы больше будете тратить энергии, вам захочется снова кушать. И поэтому вы восстановите периодичность приема пищи за счет вот этого антиоксидантного комплекса, антиэйдж. Помимо того, что мы уже перечислили о альфа-липоевой кислоте, еще несколько замечательных ее свойств. Она может нейтрализовать вредные вещества, токсины, тяжелые металлы. Она налаживает энергетический обмен, мы об этом уже поговорили. Она контролирует и восстанавливает аппетит, об этом уже тоже было сказано. Еще является хорошим, естественным гепатопротектором. Она поддерживает работу печени. Поэтому, возвращаясь к вопросу, наверное, вам из перечня первым в списке будет антиэйдж, антиоксидантная терапия. А я бы, знаешь, еще что вспомнила. Все-таки плохой аппетит это может быть признаком нарушения желчатока. Гипотириоза. Гипотириоза. Гипотириоз, нарушение желчатока. Утренняя особенно тошнота, утреннее отсутствие аппетита это нарушение желчатока. Поэтому с этой точки зрения синхровитал-4 с расторопшей, как мягкий, желчугонный вариант можно как раз этим моментом и сработать. Нам задают вопрос. В начале вебинара вы говорили, что при инсулинорезистентности наоборот высокий аппетит. Может быть по-разному. То есть высокий аппетит, когда глюкоза в клетку не попадает, энергии нет. И сниженный аппетит, когда энергии совсем нет. Совсем нет. Это ситуация стемии, когда уже энергии совершенно никакой нет. Мы находимся в состоянии гипотириоза, гипогликемии. И здесь уже нам нужно начинать энергию доставлять. Вот. Дополню этот вопрос. Инсулинорезистентность никогда не протекает с самого начала ее появления до конца одинаково. Это две стадии одного процесса. Сначала аппетит повышается, вы кушаете, 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 набираете вес. И потом аппетит снижается, а вес так и продолжает расти. Это может затронуть одну и ту же женщину. У нее сначала было нарушение аппетита в одну сторону, потом в другую сторону. То есть для того, чтобы не перейти из стадии повышенного аппетита в полное нежелание кушать, как раз и нужно вовремя лечить энергию. Остановиться. И знаешь, еще бывает такое, наш пациент рассказывает, я только на еду посмотрел, или я ем там вообще вот по маленькой мисочке, или вечером только огурчик, кусочек курочки. Я не ем ничего и продолжаю поправляться. Вот это как раз тот случай, когда энергии нет. И наши пациентки, у которых нет аппетита, я бы знаю, что посоветовала ритмы здоровья. Здесь про него уже упоминали сегодня, про ритмы здоровья. Это двухфазный препарат, который содержит утреннюю формулу и вечернюю формулу. Здесь здорово представлены витамины группы В и такие варианты адаптогенов, которые стимулируют аппетит и которые стимулируют работу надпочечников. То есть придают тонус, повышают настроение, повышают уровень сил. Это экстракты лютерокока, зеленого чая. То есть ритмы здоровья можно как раз при снижении аппетита. И вечерняя капсула будет содержать экстракты валерьяных, мощь, байкальский шлемник, то есть то, что уже будет успокаивать, потому что отсутствие аппетита может быть и проявлением депрессии, проявлением каких-то тревожных расстройств. Правда? Поэтому мы должны утром бодриться, а вечером раньше укладываться спать, чтобы наши все биоритмы реально работали правильно. Давай вернемся к нашим проблемам похудения. Какие же все-таки еще варианты, причины и особенности мы не учли? Поговорим, наверное, о низкой скорости обмена и окислительных процессах, такие как которые могут быть причинами, которые могут быть стрессом, гипотиреоз, нерациональное питание, диета, малоподвижный образ жизни, эстрогенодефицит. И вот с этими всеми процессами нужно вести ожесточенную холодную борьбу, потому что все это забирает наше здоровье, крадет наши силы и энергию, заставляет нас в очередной раз бежать в холодильник не тогда, когда надо и совсем не за тем, что нужно кушать. Поэтому работа со стрессами очень важный показатель, который имеет колоссальное значение на наше питание, на правила рационального сбалансированного питания. И здесь бы я, наверное, отметил большую роль магния в плане борьбы со стрессом. И огромное значение имеет то, какой это магний. Мы знаем, что форм магния бывает великое множество. Начиная от сульфата магния, который единственное, чем, наверное, положительно может сработать, так это участить количество стула, улучшить моторику кишечника до других хилатных форм, до цитрата, лактата. И вот считаю, что магний, который входит в состав сибирского здоровья, это максимально эффективно, очень сбалансировано как по своей форме, так и по дозировке форма, которая может использоваться в вечернее время и может оказывать очень благосклонный успокоительный эффект. Ну и что я хотела сказать еще про цитрат магния, что цитрат магния может быть эффективен и при запорах. У тех, у кого есть запоры, проблемы плотного, крепкого стула, нерегулярного стула, пробуйте принимать цитрат магния на ночь. Если еще запьете стаканчиком минералки высоко солевой, который имеет желчегонный эффект, или добавите сюда таблетку синхровитала, то точно утром будет комфортный стул. Вопрос у магния еще дозозависимый. Если от одной таблетки магния на ночь с большей долей вероятности это никак не повлияет на качество вашего стула, то от приема двух или трех таблеток магния вы не добьетесь передозировки по магнию точно, а вот с качеством стула вы можете мягко регулировать для того, чтобы не употреблять другие слабительные препараты, которые работают порой не совсем предсказуемо. Вам пора идти на работу, вам нужна куда-то какая-то поездка и вдруг эффект отслабительного чувствует, что подходит. С магнием как раз все очень мягко получается. Будет комфортно. У меня сегодня была на приеме пациентка, которая страдает запорами в течение 30 лет. И мы с ней нашли тот ключик, который мешал гей комфортно жить все это время. Где-то дискинезия желчеводящих путей это нарушение желчатока. И раз уж мы коснулись вопросов с запором. Запоры, кстати, тоже тема серьезная в контексте прибавки массы тела, потому что это источник детоксикации, это путь детоксикации, путь выведения отработанных веществ. Поэтому запоры всегда требуют оценки качества желчатока. Это первое. Если он нарушен, пожалуйста, желчегонные, мягкие желчегонные средства синхрометал-4 может быть использованы, могут быть использованы препараты клетчатки, в данном случае и магния цитраты. Вот начинайте вот с этих вариантов терапии, это будет нормально. Если стул слабый, если принимаете магний, у вас есть послабление стула, уменьшите дозу двое, как минимум будет все у вас хорошо. Какие еще мы не разобрали источники проблем похудения 40 плюс? Детокс, в принципе, мы коснулись его, что детоксикация нужна. Детоксикация, выведение, наверное, мы больше на этом останавливаться должны не будем. А давай еще уделим внимание все-таки не столько подкосжижевой клетчатки, сколько жидкости, которая может запасаться. Мы еще не сказали о том, что от уровня белка в плазме крови зависит то, где жидкость наша находится. Она может быть связана с водным состоянием. Так вот, молекула белка, находясь в нашей крови, она способна связывать порядка 10 молекул воды. Так вот, когда вода находится в связанном состоянии за счет крупной молекулы белка, она не способна пропотевать через структуру сосудистой стенки. А если вода оказывается в свободном состоянии, то она, конечно, может ухудшить. конечно, да, мы тогда можем терять воду, межклеточное пространство и, соответственно, отекать. Я надеюсь, что сейчас Дмитрий к нам вернется. Вот, возможно, какие-то проблемы с интернетом или это у меня проблемы с интернетом. Сейчас мы уточним вот тех поддержки, кто из нас виснет. Вот, если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях. Если вы меня слышите, поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях. Возможно, это Дмитрий у нас отключился от эфира, Дима подвис. Ладно, я продолжу тогда про дефицит белка. Дефицит белка действительно может вызывать отеки. И, соответственно, дефицит белка может быть по разным причинам, да, либо мы его не едим, либо мы его не усваиваем, да, и, соответственно, дефицит белка нужно восполнять. Какой самый лучший вариант восполнения белка, да, самый лучший вариант это начать его есть и усваивать, да, как получить белок. Если у нас есть сложности с усвоением белка, я продолжаю про белок и про ролик белка, выдержание жидкости. Что-то с интернетом произошло. Всё прекрасно. Вот, если есть дефицит белка или есть сложности с усвоением белка, мы обычно предлагаем нашим пациентам восполнить дефициты с помощью аминокислотных добавок, с помощью уже готовых аминокислотных препаратов, которые помогают очень эффективно и быстро восполнить уровень потерянного белка. В частности, у сибирского здоровья есть несколько видов аминокислотных добавок, есть несколько вариантов препаратов, которые содержат аминокислоты, которые можно использовать не только спортсменам, потому что считается как-то обывательски, что что-то протеин, содержащий аминокислоты, это вот что-то для качков, это что-то для тех, кто занимается активным спортом и тем, кому нужно нарастить мышечную массу. На самом деле наши пациенты женщин старшего возраста и по секрету и беременные женщины, мы им часто назначаем сывороточный протеин как источник, безопасный источник белка, потому что белок из пищи еще нужно переработать, его нужно обработать ферментами, нужно обработать желчью, чтобы он превратился в россыпи аминокислот, которые уже будут качественно усваиваться. Если мы возьмем с вами сывороточный протеин, такой, какой есть в сибирском здоровье, например, это продукт, который соответствует всем стандартам, это идеальный источник белка, потому что содержит уже аминокислоты, то есть цепочки, запчасти, с которыми строится белок. Он замечательно будет усваиваться. Почему я вообще заговорил о сывороточном протеине и о уровне белка? Вот сегодняшняя история моей пациентки. Пациентка старшей возрастной категории позднего репродуктивного возраста, которая обратилась к нам для вспомогательных репродуктивных технологий. На ЭКО. На ЭКО, правильно, на ЭКО. В пятницу был перенос эмбрионов, и она получила гиперстимуляцию, то есть у нее большие яичники и скапливается жидкость брюшной полости. Естественно, для того, чтобы этой жидкости было меньше, она смогла в дальнейшем все-таки благоприятные исходы этой беременности были, мы активно ее капаем инфузионными растворами. Эти инфузионные растворы, естественно, пошли уже в виде отеков. Я посмотрел у нее сегодня утром уровень белка, он составил 58, и вот с сегодняшнего дня она как раз начала употреблять. Да, так мало. Вот так быстро жидкость разошлась, что плюс у нее есть выпад брюшной полости, что вынужден был добавить ей сывороточный белок, который легко будет усваиваться, и вместо того, чтобы ей переливать трансфузионные разные среды в виде альбумина или плазмы крови чужих доноров. Мы сейчас добавим сывороточным протеином, и очень быстро я думаю, что мы поднимем ей уровень белка, и вместе с этим уйдут все ее отеки. Поэтому имейте в виду, особенно если вы занимаетесь спортом, если вы ходите на тренировки, если вы ходите в бассейн, и до и после тренировок вам очень хочется покушать, до тренировки попейте протеинчик, вы почувствуете, что после тренировки желание кушать будет немножко ниже. Вы будете хотя бы это контролировать. У вас будет возможность доехать домой для того, чтобы употребить там здоровую пищу. Не сразу же батончиками все это, или шоколадкой заесть и свести к нулю эффективность вашей тренировки доехать домой, порезать салат, съесть кашку, мясо, и добавить к этому всему правильные жиры в виде оливкового голоса. Кстати, после тренировки употребления сывороточного протеина, это хорошая история, которая помогает усвоить аминокислоты. Вообще, спортивные специалисты рекомендуют в течение первых 10-15 минут после окончания тренировки именно в это окно добавить белок, который наиболее активно в этой ситуации усваивается. Поэтому аминокислоты, да, хороший спортивный вариант и вариант для восстановления дефицита белка. Вот мы с вами сказали о самых важных причинах, о самых важных особенностях похудения в старшем возрасте. Дим, давай мы еще разочек их перечислим, чтобы резюмировать, потому что сейчас мы уже будем переходить к резюмированию всех наших моментов, да, это гипотиреоз, дефицит эстрогенов, это проблема инсулино-резистентности, проблема перехода энергии, переноса энергии в клетку, это дефицит эстрогенов, это нарушение детоксикации, это проблема дефицита витаминов, микроэлементов, железа, йод, витамин D, магний, эти моменты мы с вами перечислили, то есть это глобальные фундаментальные моменты, с которыми надо разбираться, но мы с вами должны понимать, что есть прям вот такие правила, которые нарушать нельзя, которые вот здесь надо просто зарубить себе, как фундаментальные вещи, как теоремы, что худеть больше, чем на 2 кг в месяц не стоит, худеть на голоде нельзя, потому что все то, что вы потеряете на голоде, вы тут же наберетесь сорвавшись с этой диеты, потому что наша система усваивает вещества именно в таком объеме, в котором она их требует для нормального энергетического обмена. не пытайтесь убиваться в спортзале, это тоже не поможет, то, что вы израсходуете, то, что вы утилизируете без достаточного восполнения ресурсов, это тоже все потом придет в плюс. Ни в коем случае не худейте на стрессе, это тоже опасно, можно повредить систему надпочечниковых гормонов и потом ее не восстановить или потерять менструации, это тоже неправильно. И соответственно восполнить дефициты, это первое, что нам необходимо, и второе, учесть ваш расход и приход энергии, то есть надо есть, чтобы худеть, надо есть. И надо спать, для того, чтобы у вас появилась энергия для активных занятий спортом, прогулок и всего остального. Для начала нужно, давайте начинать с ночи, надо спать, нужно завтракать, нужно обедать, нужно активно проводить вторую половину дня, ходить, гулять и соблюдать правила рационального сбалансированного питания. Ну и конечно улыбаться. Улыбаться, любить, вырабатывать эндорфины, тоже важно. Давай подключаю немножко на вопросы, я так думаю, что в режиме БЛИЦ, еще несколько минут у нас есть на это. Норма белка выше 70, да даже хотелось бы выше 73. Какие анализы на качество белка нужно сдать? Общий белок в крови. Это один из показателей биохимического анализа крови, да. Норма какая белка мы ответили, синхронитал 4, да, это мягкая желчегонная. Если это большой камень, который 20 лет в вашем желчном пузыре живет, да, возможно, вы сможете принимать желчегонные средства. Если это молодые камни, гастроэнтерологи умеют их растворять, откроем вам маленькую тайну. Если это куча мелких камней, любой прием желчегонных средств может усугубить ситуацию. Поэтому сначала консультация гастроэнтеролога. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, при лечении анемии можно ли с препаратами железа еще принимать препараты для очищения организма? Конечно, можно. При условии, что у вас нет больших проблем с кишечником, потому что препараты железа все-таки должны приниматься после того, как вы нормализуете работу желудочно-кишечного тракта. После этого любые препараты железа и очищающие организм детоксикационные препараты могут приниматься совместно с тем же самым синхровиталом в том числе. Да, 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 да. Ну, обязательно сдать к программу и, возможно, посетить гастроэнтеролога, если все-таки есть проблемы избыточного роста бактерий и грибка в кишечнике. Потрясающая информация, спасибо за эфир, мы рады, что вам было полезно. Екатерина, речь еще идет о тебе, какая умная женщина, кто это, врач, есть ли в телеграме? Есть. Умная, умная женщина, да ладно. Ниже подписывают. Удалили матку в 35, сейчас 58, поправляюсь очень быстро. Когда удалена матка, конечно, вам сложно проследить время начала менопаузы. Начните с исследования половых гормонов, скорее всего, вы уже в менопаузе, и именно с вашим доктором следует разобрать способы восполнения дефицита эстрогенов. Как вариант, обсудите хронолонг, как препарат, добавка с фитоэстрогенами и веществами, ускоряющими обмен. Нас поправляют две капли витамина D, содержат 400 единиц, а не одна капля. Нужно 10 капель до 2000. Да, хорошо, хорошо, примем во внимание, значит, мы где-то тут ошиблись. Так, узлы щитовидной железы не будут противопоказания к хронолонгу? Нет, не будут. Можно ли хронолонг при эндометриозе? По-моему, мы отвечали на этот вопрос. Да, отвечали. Это хронолонг, вместо хронолонг можно, наверное, антиэйдж. Вместо хронолонг, если вы говорите о антиэйдж, антиоксидантном комплексе, то там не будет фитоэстрогенов, а в хронолонге как раз генистеин. Добрый вечер, 61 год, можно ли длительно принимать глюкобокс или хромлипазу? Можно принимать длительно? Да можно, я бы перерывы делала. Как ты считаешь? Екатерина, прости, пожалуйста, я иду дальше по вопросикам. Принимать глюкобокс и хромлипазу, я считаю, что можно принимать длительно, но лучше делать перерывы. Перерывы, конечно. Лучше делать перерывы. Я обычно назначаю месяц, два-три месяца перерыв, потому что при соблюдении рациональных правил питания, возможно, вы и физической активностью, и рациональном питании будете уровень инсулина нормальный поддерживать. И поэтому профилактических будет приемов достаточно. Если хочется скушать конфетку, одну-две штучки, то в какой половине дня лучше? Одну съешьте в любое время, когда вам это очень-очень хочется, и вы получите колоссальное удовольствие от этой одной самой в мире вкусной конфетки. 53 года вес 75 кг нарушения цикла уже имеется. При УЗИ норма. БАДы перечисленные ПЮ, фитнесом занимаюсь, но животик растет. Что рекомендуете? Наверное, обратиться все-таки к доктору для того, чтобы уточнить причину. Во-вторых, вы сказали о том, что БАДы принимаете, фитнесом занимаетесь. Такая большая молодец, но ничего не сказали о питании. Поэтому здесь питание играет уже колоссальную роль. Если подрегулируете питание и будете питаться с учетом тех принципов, которые мы сказали, что каждый рацион питания вы должны употреблять и овощи, и сложные углеводы в виде каш, или цельнозерного хлебушка, и белки, и обязательно жиры, если питание будет 3-4 раза в сутки, то есть шанс, что при вашем привычном уже вам образе жизни, при коррекции питания, вес пойдет на склад. Да, конечно, хочется посоветовать, поискать причину. Да, нарушение цикла все-таки с учетом этого возраста, да, но... При миоме пью артелию и зимолюбку и 24-й этап. Хронолонг не подошел. Верно ли? Смотря какая у вас миома, давайте рассуждать, да, смотря какая у вас миома, есть ли у вас менструальный цикл. Любые добавки, которые вы используете при миоме матки, мы должны ответить на вопрос, да, есть ли у вас кровотечение обильное, есть ли у вас активный рост миомы, или вы уже находитесь в менопаузе, или у вас миома маленькая. При активно растущих миомах, конечно, надо сначала с вашим доктором решать этот вопрос, консультироваться с доктором. Поэтому при активно растущих миомах, при кровотечениях самостоятельно я бы такие решения посоветовала мне принимать как гинеколог. Обрати внимание, Екатерина, какое количество участников, и как мало пальцев вверх. Мне кажется, что это... Как мало лайков сегодняшему эфиру. Никто нам не хочет сказать спасибо за то, что мы здесь с вами общаемся. Пожалуйста, давайте побольше активности, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, вам это абсолютно не сложно, а нам будет приятно за то, что мы с вами проводим этот вечер. На самом деле количество вопросов особо не растет, я думаю, что... Мы можем заканчивать эфир. Дорогие друзья, в комментариях под этим эфиром можно будет задать вопросы тем, кто смотрит нас в записи. В комментариях можно ответить, мы сможем на них ответить, это первое. Второе, обязательно поставьте лайк сегодняшнему эфиру для того, чтобы другие женщины, у которых есть подобные проблемы, смогли этот эфир увидеть. Ну и поделитесь в своих социальных сетях этим эфиром, это будет полезно тем, кто с вами дружит, тем, кто на вас подписан для того, чтобы как можно больше женщин узнали о том, как же правильно худеть 40+, какие правильные, качественные, эффективные добавки стоит принимать, что не нужно принимать лишнего, а именно только то, что бьет в цель по проблеме. Вот, ну и мы благодарим вас за активность, за ваши вопросы, за ваше участие, действительно приятная публика, которая уже подкована, да, и нам было комфортно с вами общаться практически на одном языке, потому что те, кто интересуется вопросами здоровья, действительно большие молодцы, и все у вас будет хорошо, слушайте наш совет, мы плохого не посоветуем, потому что работаем с такими женщинами каждый, каждый день. Слушаем на одном дыхании, да, слушаем на одном дыхании, спасибо, и вам спасибо, проводите почаще эфиры, да, столько рады. Прощаемся. До свидания, хорошего дня вечера, эфир в записи будет, не переживайте, те вопросы, на которые мы не ответили, задавайте их, пожалуйста, под записью в YouTube, и мы постараемся там компенсировать все пропущенные внимания. Да. Да, пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok